Сергей Александрович Есенин. Я покинул родимый дом. Сергей Есенин. Это имя в лесах родной моей России, в березах нежных и осиных, в сережках желтовато-синих, в лугах и зелени весенней, в стихах твоих Сергей Есенин. Поэзия Сергея Есенина всегда пользовалась народной любовью. Она и теперь живет в песнях и романсах. Какой чистый и какой русский поэт, говорил о нем Максим Горький. Сергей Александрович родился в 1895 году в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье, можно сказать, вышел из самой сердцевины русского народа. Ему шел третий год, когда отец уехал в Москву. Сережа рос под присмотром деда и бабки по материнской линии. Но гораздо больше времени он проводил со своими взрослыми дедьями, ребятами озорными и отчаянными. Один из них старым дедовским способом учил мальчика плавать, бросал в воду с лодки. Для другого он был охотничьей собакой и доставал подстреленных уток. Сережа стал отчаянным сорванцом, отважно лазил по деревьям, часто озорничал, дрался и вечно был в царапинах. Бабушка его ругала, но при этом любила внука, и с всей мочей и нежности ее не было границ. От нее услышал будущий поэт задушевные песни, народные сказки, духовные стихи. С пяти лет Сережу учили читать, и за короткое время он освоил любимых писателей – Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Толстого. В девять лет Есенин уже сочинял сам, а начальную сельскую школу окончил с похвальным листом. Родные мечтали, чтобы он стал учителем, и определили его в церковно-учительскую школу в большом селе Спас-Клепике. В 1912 году Есенин уехал в Москву. Хотел напечатать свои стихи, но не удалось. Он работал, общался с молодыми революционерами, упорно занимался самообразованием. В 1914 году его стихи появились в детских журналах «Мирок» и «Доброе утро». Среди них знаменитое стихотворение «Береза». «Белая береза под моим окном принакрыла снегом, точно серебром». В том же году Есенин переехал в Петербург, где познакомился со знаменитым поэтом Александром Блоком, который оценил стихи поэта, назвав их «чистыми, свежими, голосистыми». Есенин стал постоянным автором столичных журналов, а в 1916 году выпустил первую книгу «Радуница». Жизнь и творчество Есенина – тернистый путь. Его сопровождали слава и зависть, милость новой власти и ее же ненависть. Он то вдохновлялся переменами, которые происходили в стране, то разочаровывался в них. Постепенно его звонкая лира наполнялась трагическими нотами. И хотя он постоянно искал что-то новое в поэзии, лучшие его стихи сохраняли естественность и глубину ранней лирики. В коротком стихотворении 1910 года он рисует объемную и живую картину. Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, клиненочек маленькие матки зеленое вымя сосет. Величественная и смиренная грусть заключена в его пейзажной лирике. Тихо струится река серебристая, в царстве вечернем зеленой сосны. Но его чуткое сердце способно и в зимнем торжественном омертвении разглядеть новую жизнь. В таких стихах, как «Береза», «Пороша», «Поет зима, аукает» и многих других, герой, понимая, как ничтожна человеческая жизнь в сравнении с долгожительницей природой, все-таки воспевает радость и счастье земного существования. Он – часть вселенной и этим гордится. «Край, любимый, сердцу сняться с кирды солнца в водах лонных, я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных». Самые печальные и теплые строки Есенина посвящены Родине, которая всегда оставалась источником его вдохновения. «Чувство Родины – основное в моем творчестве», – говорил поэт. В этой теме для Есенина слилось все – и любовь к родному краю, и тоска по детству, и переживания за судьбу своей страны. В 1918 году Сергей Александрович написал стихотворение «Я покинул родимый дом». «Я покинул родимый дом, старый клен на одной ноге». «И я знаю, есть радость в нем, тем, кто листьев целует дочь, оттого, что тот старый клен головой на меня похож». В 1918 году Есенину было 23 года. Шесть лет прошло с тех пор, как он уехал из Константинова. За это время Россию потрясли трагические события. Первая мировая война, две революции. События, происходившие в стране, заставили поэта воспринимать свою малую родину как сказочную землю, где его ждут отец и мать. Вдали от Рязанского села поэт вспоминает родимый дом и голубую Русь. Эпитет «голубую» помогает автору передать чистоту неба и родной земли. Поэт замечает, что многое изменилось за шесть лет. Словно яблоневый цвет, седина у отца пролилась в бороде. А мать, волнующаяся за судьбу сына, даже при встрече с ним продолжает грустить. Грусть матери теплится, как лампада, на которую похожи три звезды над прудом. Здесь поэту спокойно, даже вода на пруду не шевелится, а в ней отражается, как распластавшаяся лягушка луна. Удивительную метафору создает поэт. И все-таки понимая, что мир детских грез разрушен окончательно и бесповоротно, поэт отмечает «я не скоро, не скоро вернусь». Действительно, пройдет почти пять лет, прежде чем Есенин вновь побывает в Константиново и с трудом сможет узнать родное село. А его самого закружит пурга из событий, которые происходили в России, завладеет его сознанием и воображением. Однако Есенин верил в то, что рано или поздно все встанет на свои места. И его голубая Русь, которую стережет старый клен на одной ноге, по-прежнему распахнет перед ним свои объятия. Клен – излюбленный образ поэта, который является для поэта олицетворением русской деревни. А еще клен в русской поэзии называли «кудрявым». Автор тоже был «кудрявым», поэтому клен похож на него головою. Перед нами осенний клен. Ведь дождь из листьев, листопад, бывает осенью. И это не случайно, потому что фамилия у поэта – Есенин, тоже осенняя. Целовать дождь из листьев, напоминающих сына, и испытывать от этого радость, наверное, может мать, которая много лет назад часто гладила кудри сына. Так, используя привычные слова, Есенин создает образ сказочной Руси. В этом поэту помогают эпитеты и метафоры, особая цветовая гамма. Пройдут долгие пять лет. В жизни поэта произойдет много хорошего и плохого. Но всегда Есенин мысленно и наяву будет возвращаться в родимый дом, в низкий дом с голубыми ставнями.